Ольга Брусиловская, заведующая кафедрой международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, доктор политических наук, профессор, присоединяется к нашему эфиру. Ольга Ильинична, рада приветствовать вас. Здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Ну, он грустный на самом деле вечер, но так получается у нас. Давайте вот с Орбана начнем, ну и вспомним все-таки про эту террористическую атаку россиян. Смотрите, руководство Евросоюза говорит, что председательство Венгрии в Совете ЕС ни при чем. Вот как, по-вашему, как позиционирует себя, в каком формате себя пытается преподать Орбан во время этого, ну так сказать, нелегитимного миротворческого турне? Как вам вот все эти встречи рукопожатия с Путиным, да, под звук взрывов в Киеве ракетных? Да, очень сложно вообще на эту тему говорить, потому что мы уже об Орбане последние дни говорили, в том числе на канале «Придам», буквально перед его визитом в Киев. Мы говорили во время визита, что Орбан пытается на себя взять те функции, которые по закону ему вообще как бы не принадлежат. И это, собственно, то, о чем ЕС и говорит, что Орбан не имеет права вот на это, это. И это фактически на все, что он делал и что он провозглашал во время своих поездок, он права не имеет. То есть Европейский Союз ему такого права никогда не давал, как и любой стране, председательствующей в Совете ЕС. То есть это сугубо техническая, можно сказать, должность, и она не имеет отношения к управлению внешней политикой Европейского Союза. Тем не менее, Орбан заставил нас всех о себе говорить неоднократно. Мне кажется, это была одна из его основных задач. Вторая его задача, это на самом деле всех прощупать, начиная от Украины и заканчивая руководством ЕС и НАТО, как, собственно, они будут реагировать, посмотреть, что он может себе позволить или нет. Если либеральные демократии еще раз покажут, что они все-таки слишком либеральные для Орбана, то он будет этим пользоваться и дальше. То есть мне кажется, что Орбан заслуживает как можно более жесткого ответа, отпора, и тогда все станет на свои места. То есть он успокоится. Если же с ним будут продолжать заигрывать, мы понимаем, что очень часто у руководства ЕС и НАТО не хватает политической воли поставить его просто на место. И даже вот эта фраза Столтендерга, честно сказать, мне не очень нравится. Что значит «мы послушаем», что нам расскажет Орбан, о чем они там договаривались в Москве. Если НАТО не уполномачивало Орбана, о чем бы то ни было договариваться в Москве, мне кажется, это контрпродуктивно начинать его слушать. Ну, извините, как бы вот эмоции переполняют. На самом деле ситуация действительно очень тяжелая. Она для нас критическая, но она также крайне тяжелая и в чем-то критическая и для наших партнеров. Ольга, как вы думаете, было ли ожидаемым в Европейском Союзе в Совете Европы вот такое поведение Орбана при том, когда Бенгрия становится председательствующей страной? Я думаю, что настолько странных шагов от него никто не ожидал. Но то, что он будет испытывать терпение руководства брюссельского, это вот стопроцентно. Потому что они его знают уже очень много лет, и вот это делает всегда. Он всегда идёт напролом. Он всегда пытается узнать, где же та черта, на которой его всё-таки остановят. И если его не останавливают, то он идёт дальше. Понимаете? То есть если вы видели Орбана, то вы понимаете, что ему идти дальше легко, у него большая инерция. Вот. Ну, посмотрим. То есть мне кажется, сейчас надо очень внимательно прислушиваться ему к тому, какой ответ Орбан получит непосредственно в тех организациях, в которых, в конце концов, Венгрия всё ещё состоит. Личное предпочтение Орбана подято. Будь его воля, Венгрия завтра вышла бы из обеих организаций. Но тут он, несмотря на то, что действительно права человека и очень многие свободы в Венгрии нарушаются, но, тем не менее, это европейская страна, это не авторитарный режим, и поэтому он единолично не может постановить, что вот с завтрашнего дня мы выходим из НАТО. И потом ему в НАТО достаточно, опять-таки, уютно. НАТО, опять-таки, пошло ему на уступки и говорит, ну ладно, не хотите, не делайте. То есть вот эта вот как бы слишком мягкая позиция, мне кажется, она его только немножко раздраконивает. Она заставляет его быть ещё более напористым. Да, очень вот, слушая вас, знаете, вот хотелось бы, да, когда у него закончится это его турне, да, то вернувшись в Европу, он бы получил такую хорошую оплеуху от руководства Европейского Союза, знаете, как будто бы вернулся, а он уже не в Совете ЕС. Ну, типа того. Ну, да, бог с ним, давайте продолжим всю эту историю и с этим его турне, да, как чёртик из коробки он появляется на саммите организации тюркских государств в Азербайджане. Далее летит в Китай, встречается с Си Цзиньпином, и сейчас вот, если верить Ройтерс, он намерен лететь в Вашингтон, как раз вот в день саммита НАТО. Ну, не знаю, ждут ли его на саммите НАТО, такого вот нелегитимного, но вот есть мнение, что он хотя бы хочет Трампу показать, о чём мы уже недократно говорили, намекали на его такую дружбу, хотя Трамп, возможно, в это не сильно и верит, в эту дружбу. Хочет показать, что он, мол, может разговаривать с двумя враждующими государствами. Вот такая вот позиция. А как вы считаете, с какой целью он летит в Соединённые Штаты? Поверит ли в такого вот миротворца сам Трамп? Ну, давайте начнём с того, что вот эта ситуация меня немножко забавляет. У меня ощущение, что эксперты подсобывают Орбану то, что мы в нашем департаменте пишем. И сейчас, в общем-то, не только наша команда, но и аналитическое сообщество в целом. Оно согласно с тем, что наиболее сильные игроки, влияющие на Украину и на все остальные страны этого региона, который лежит, скажем так, между Россией и Западом, это сама Россия, Турция, Китай, Соединённые Штаты. Таким образом, вы видите, что Трамп, он, извините, Орбан старается встретиться со всеми ведущими игроками в регионе. И вот тут есть большой вопрос, считает ли он ЕС пятым ведущим игроком или нет? Или он исходит из позиции жёсткого реализма, что только государства могут быть истинными, самостоятельными игроками на международной арене. Я думаю, что это будет немножко вот то, о чём он станет говорить и в кулуарах саммита НАТО, что эти организации, они себя изжили, что надо возвращаться к правилам игры холодной войны, переделу Европы на сферы влияния. И за Соединёнными Штатами здесь слово первое, да? Ну, конечно, не второе за Китаем, который, хотя и не находится в Европе, но это уже, в общем-то, глобальная держава, у которой есть интересы в любой точке земного шара. Думаю, вот это будет обсуждаться. То есть я правильно понимаю, что Орбан фактически сразу с места в карьеру, вместо того, чтобы заниматься делами Европейского Союза, просто поехала вот в это так называемое турне решать какие-то вопросы с Европой совершенно не связанные. Ну, с Европейским Союзом это всё так и связано, потому что, видите, на кону позиция Европейского Союза, насколько серьёзно к нему относиться, как к глобальному игроку. И вот, понимаете, вот парадокс и заключается в том, что страна-председатель пытается всячески принизить роль Европейского Союза в современных международных отношениях. Он везде ездит и везде говорит о том, что ЕС слаб, и надо договариваться на уровне государства. То есть вот Венгрия может договариваться с Соединёнными Штатами, и это более эффективный путь, чем если Венгрия будет договариваться с Соединёнными Штатами через Европейский Союз, через Брюссель. Да? Вот об этом речь. Конечно, Европейский Союз со всей жесткостью на это должен ответить. У него нет другого выхода. Придётся ответить. Ну вот я намекал на этот вопрос. А как может ответить Европейский Союз? Вот если представить, что решится руководство Европейского Союза, ну, грубо говоря, наказать нынешнего главу или председателя, да, главу государства, который сейчас председательствует Совете ЕС. Вот на какие шаги может пойти Орбан, который надоел ещё европейским лидерам, когда решался вопрос помощи военной Украине? Я так понимаю, что вопрос, на какие шаги ЕС может пойти, да, чтобы наказать Орбана, да? Да. Ну, на самом деле, это будет не первое наказание Орбана. Мы уже знаем о том, что предыдущий период, когда он проявил себя как ярый антиукраинский политик, который делал всё, чтобы никакой помощи не получила Украина, говоря о том, что это только затягивает огонь, и давайте пожалеем украинцев и как-нибудь эту войну закончим. Это лучше для самих украинцев. Вот такова его позиция. И тогда Европейский Союз, поскольку это подрывало его политику санкций, он ограничил доступ Венгрии к структурным фондам. То есть, грубо говоря, простыми словами, наказать Орбана всегда нужно деньгами. И это самый лучший путь, на самом деле. И это путь предпочтительный для Брюсселя. Это то, что называется проявление мягкой власти, использование мягких экономических инструментов. Правильно? Потому что Европейский Союз, он принципиально себя позиционирует как союз, как игрок, актор, который пользуется только мягкой силой и вообще жёсткую силу не рассматривает в своём внешнеполитическом инструментарии. И это работает как вовне, так и внутри, на наведение дисциплины. Ну и вот сейчас, я же говорю, посмотрим, насколько хватит. Всегда вопрос упирается в политическую волю, в единство европейского руководства. Посмотрим, как они на это отреагируют. Но, повторяю, с моей точки зрения, это себя не уважать, никак не отреагировать на последние путешествия и последние заявления. Он перешёл все возможные границы, на самом деле. Как на всё это могут отреагировать венгры? То есть, если вы говорите, что это одним из шагов Евросоюза может быть удар по кошельку, по карману, то есть по карману, в принципе, страны, по карману населения. Как на это отреагируют венгры? Ну, ведь общеизвестно, как бы, что правящая партия Орбана в Венгрии достаточно, ну, сильные у неё позиции. И если венграм покажут, что именно из-за поведения их лидера финансово страдает население страны, могут ли быть какие-то внутренние проблемы у Орбана в Венгрии? Ну, мне кажется, что Венгрия – это одно из самых расколотых обществ в современной Европе. Поэтому говорить, могут ли быть там внутренние проблемы, они там уже есть. И более того, они носят системный характер, они складывались не годами, а десятилетиями. Поэтому, мне кажется, что нынешняя политика Орбана, она только углубляет раскол в обществе. Конечно, будет некая клика людей, которые всегда будут поддерживать Орбана. Ну, вот как мы знаем, всегда есть люди, которые поддерживают Трампа, им совершенно всё равно, что Трамп делает. Они его поддерживают, и всё. Но это незначительное меньшинство. Это то, что называется маргиналом. То, что касается, вы говорите, сильных позиций Орбана в Венгрии, да, они ещё сильны. Но вот здесь самое важное слово «ещё». потому что динамика поддержки Орбана и Фидес негативная. То есть она уменьшается. И вот это очень хороший, мне кажется, знак. То есть, может быть, мы всё-таки вступим в ту фазу, которая положит конец много десятилетней политической карьере Орбана. И я отправлю его на заслуженный отдых. Сиарта и со всеми остальными. Ольга Ленична, а если поговорить всё-таки о том, на что рассчитывал Орбан, когда шёл на эти шаги? Ведь он понимал, куда он едет. Он понимал, с какими людьми он говорит. Он понимал какую-то реакцию. Он может вызвать. У него есть какие-то планы А, Б, Ц, как он будет себя вести, какой будет политика Венгрии после того, как он вернётся в Европейский Союз. Вот, например, в Брюсселе, либо на саммите НАТО получит какую-то критику, будем надеяться, от стран-членов. Мне кажется, то, куда он поехал, показывает его приоритеты. Он поехал в Россию. Кто-то в них сомневался ещё. Он поехал встречаться с китайцами, с турками. Вот это его приоритеты. И он их подтверждает. Он считает, что это самые влиятельные игроки, и ставить нужно на них. А вот, видимо, не сильно он побоялся критики со стороны Европейского Союза. И повторяю, только шаги Брюсселя покажут, прав был он бы или не прав. Тут очень трудно что-то прогнозировать. Давайте подождём немножко. Ольга Ильинична, мы в нашем эфире говорили о информационной операции «Мир», так называемой, которую пропагандистам российским пытаются расписать её, с каких позиций нужно показывать в кавычках «Миротворчество Путина». Ну и вот все эти последние мирные, опять же, в кавычках, инициативы. Орбан, Эрдоган, Болгария, там грозилась на саммите НАТО некие мирные инициативы, альтернативные украинскому плану мира, предлагать. Вот как, по-вашему, они вписываются вот в эту концепцию кремлёвской ИПСО о миротворчестве Путина? Абсолютно. Могу сказать только одно слово. Абсолютно. То есть такое ощущение, что Орбан читает с листа. И лист этот написан в Москве. То есть он абсолютно повторяет все основные нарративы, которые нам навязывает Российская Федерация. Ничего нового. Бесконечное повторение одного и того же. Даже после того, как какой-то нарратив провалился, и уже есть совершенно чёткие факты, которые его опровергают. Вы понимаете, почему мы говорим, что ИПСО — это настолько сложный и, ну, как сказать, инструмент эффективный, потому что с ним тяжело бороться. Вы им выкладываете на стол факты, а они продолжают говорить своё, как будто вас не слышат, как будто они не видят этих аргументов. Но это старая тактика, которая была разработана ещё Геббельсом во Второй мировой войне. И вот то, что повторяет эту тактику Путин и не только он один, это печальный факт, который говорит нам, какой действительно тяжёлой ситуацией оказалась Европа 21 века. Уроки не были усвоены. Придётся опять проходить через всё то же самое. А если вот эта бумажка условная, а может быть и даже не условная, вполне реальность, которую нарративы кремлёвские читает Орбан, а он это делает из каких-то идеологических соображений, либо тут какая-то другая у него аргументация, мотивация это делает? Ну, смотрите, мне кажется, тут целый комплекс. То, что касается его принципов, я не знаю, существуют ли они. Я не знаю, что Орбан любит, но совершенно очевидно, что он ненавидит вот эту самую либеральную демократию. Поэтому для него хорош любой союз, который против гневого Запада. И он к нему всегда присоединится и будет чувствовать себя как рыба в воде. То, что касается более серьёзных вещей, они опять-таки экономические. То есть, опять-таки, многие экономисты и аналитики говорят о том, что Европа достаточно тяжёлый сейчас проходит путь развития. То есть в условиях войны все показатели падают. Очень сложно справляться с той нагрузкой, которая ложится на её плечи. Не очень легко приходится, конечно, и Соединённым Штатам Америки. Ну, полегче по сравнению с Европой. А вот то, что касается молодых растущих экономик, ну, мы не видим каких-то вот показателей, которые бы говорили о том, как плохо война сказалась на китайской экономике. Правда? Поэтому Орбан делает ставку на молодых. Кого он считает молодыми, за кем будущее? Это Китай и, может быть, определённые ещё другие страны. Турция тоже, конечно, сильная экономика. И называть Турцию либеральной демократией, ну, никто сейчас не будет. То есть для Орбана тоже хорошая союза. Спасибо за ваши комментарии, за ваше мнение. Спасибо за то, что приняли участие в нашем эфире. Ольга Брусиловская, заведующая кафедрой международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, доктор политических наук, профессор, была на связи с нашей студией. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всём, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.